Привет, кроме приветствия первого стиха, Яковра, Бога и Господь Иисус Христос, 12 колен, находящихся в России. Кстати, вот это интересная идея, это ссылается на богословие Великого Завета. Идея, что есть плен, и этот плен пока не закончен. Помните книги «Данил» и разные мировые, что находится в плене. И поэтому мы не ожидаем, что все будет хорошо, что у нас будет красный дом, и все здоровье, и богатство, и так далее. Нет, мы в плене. Рассеяли. Это мы не дома. Мы не помещаемся. А если никто не хочет, чтобы он не нашел? Слава Богу, служи Богу этим. Но это нам нельзя ожидать и не требовать. Значит, это не нормально? Нет. Нет. Это бывает. То есть, у верующих в Новом Завете было. Хороший дом. И вот у этого, я думаю, что вы думаете, когда он возвращался домой, у него есть прекрасный плазинец. Он продал, да? Он очень богатый человек. То есть, у него был вот Mercedes. Да. И он не продал их белого компания. Это поможет. И здесь даже. Вот. И, может быть, мы не привыкли. Так думать. Видите, в 10 стихе здесь. У, 20 стихе здесь. Когда палится браку нижней, высокою свою, а богатый, богатый что? Богатый кто? Брат у нижней, высокою свою, а богатый брат. Я думаю, что многие из вас, когда это делают плазу, мы просто так привыкли. И это не надо почему-то привыкли. Но, скорее всего, я не на 100% уверен, но, может быть, 90% уверен, что в 10 стихе я говорю о братьях. Дохвалится браку нижней, высотою своей, и дохвалится брак богатый, ниженьем своей. Что значит? Я так думаю, что нищий брат, нищий брат, он должен чем-нибудь помочь? Тем, что он получит. И что, на самом деле, вот моя ситуация, мои обстоятельства сейчас помогают мне на 100% надеяться на это. А что же, если вы богаты? Что, если вы не увидите в таком смысле? Что он пишет про нас, про вас? Я так понимаю, унижение и вспомнить, что вот это богатство на самом деле – это ничто. Смирение. 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 Вот это слово имеет как бы два значения. Унижение и веществление. Вот. И богатый, он должен научиться с институтом, и не этим болит. И то, что больше не вижу. Я просто не вижу, как это связано с богатством. Ну, может быть, я не могу описать. Ну, богатый должен не плавиться. Но, может быть, это высокое положение или способности, положение в обществе, способности музыкантов красивых порушений. Мир, Павел, и Габриго, и удачный человек. А сам человек как должен относиться к этому? Ну, это подарок. Это дар от Бога. Это плавление, во служение, во прославление Бога. На самом деле, пред Богом я – ну, что? И все, что мир ценит, на самом деле, что? Это пройдет. Не все согласны. Многие, как можно брать институты, думают, что это богатый неглирующий. Но очень трудно, очень трудно подреживать это себя. Допалится брать ближний или, допалится брать богатый. Это как раз в контексте этого языка, который мы учили, двоедушного языка. То есть, бедный, что может, о чем думать постоянно? «Ой, я перед ним, ой, он не хватает, я не могу в одном и два не говорить». И так далее. Почему все наши дети вот так добиваются, где-то? О чем он должен быть? Если сто процентов дабы Богу, тогда он хочет. Вот что получит. И если Бог хочет, чтобы я жил в таких обстоятельствах в данный момент, то, слава Богу, Бог помню. Терпите это. И что он сказал до этого? «Испектание вашей первой производит ответвение и так далее». И если наоборот вы богатый, как богатый должен быть мысль? Понимает, что все это, то, что умирается, это на самом деле ничто. Наши любительные богатства – это то, что Бог даст нам потом. И это должно быть. Но это не так. Продолжение следует...